здравствуйте с вами александр отзади моей спины находится куст инжира вот он вот этот красавчик вот так он раскинул свои веточки вот так он вырос у меня в том году купил я его в том году зимой торговом центре в такой замечательной коробочке инжир браун турки написано что этот это растение вообще для комнатная в общем быстренько прочитаю листопадное дерево средних и северных районах россии инжир выращивают комнатах имеет крупные лопастные красивые листья в комнатной культуре плоды чаще созревают конца лета или осени летом содержат на светлых подоконниках при обильном поливе зимой прохладном месте при весьма умеренном поливе до трехлетнего возраста ежегодно весной до начала роста пересаживают дерновую перегнойную землю взрослые растения пересаживают через два-три года в шикарную посуду и более тяжелую землю браун турки урожайный партенокарпический сорт скобочках не требует опыления плодоносит на второй третий год после посадки воды правильной грушевидной формы красно-коричневого цвета весом до 100 грамм самый зимостойкий всех сортов выдерживает кратковременные понижение температуры до минус 20 вот на этом мы подробнее остановим и остановимся то есть это комнатное растение высаженное было в открытый грунт то есть куплено было там феврале того года и до тепла но мне росло дома у грубо лет с такой вот палочки вот с такой палочки до сначала дома кустик рос вот такой вот но потом этот кустик и вот сюда посадил вот эта палочка сюда протянулась вот так вот раскинулся вот совету анатолий орлова в зиму я все это дело хозяйство пригибал вот так вот к земле придавливал кирпичами и все это накрыл вот такой вот кукурузными отходами всякая органика листвой все что не такого бы здесь была такая вот куча даже вот видно застряла застряла кочерыжка на сучке то есть до такого уровня тут все было насыпано опять вот эти вот концы не созрели они видно что вот они отломались внутри поры почему они не успели вызвать в том году заморозки были ранее уже в сентябре минус 16 пару раз давно не мир 16 поменьше конечно но такая морозяка хорошего вот этого дела померзла плюс опять вот сейчас утро восточное солнце во время заморозков выходила светила на листики тут вот эти вот мелкие поросли были тоже конечно же обжигала на резком перепаде температуры когда солнце утром светит а тут мороз сосуды разрывались листья частично погибали не все но частично погибали то есть опять задача пока сзади у меня высажены также тисы которые со временем вырастут и здесь сделать такой утренний тенек вот как раз вот этих солнечных утренних ожогов также какую роль выполняют эти вот кирпичи эти кирпичи аккумуляторы тепла то есть весь день они нагреваются теплом а ночью постепенно потихонечку отдают так но еще быстренько по коробке пригоден для комнатного выращивания требует опыления самый зимостойкий сорт фикус карикан жир тинь-тинь-тинь-тинь-тинь ну в принципе все что можно из информации по этой коробке и так после зимы он не долго не отходил вот я тоже на него смотрел думал дождешь такое да как же жалко да не уже лишь погибнет смотрю ничего не стволить как-то не отходит все боялся вдруг как вот этот персик который вот я заглубил корневую шейку в свое время и он погиб он тоже у меня был такой мощный хороший куст и выходя из зимы тоже милые ветки все зелененькая была здоровая он тупо не проснулся я знаю почему бы он сам убил заглубив корневую шейку для чего это сделал но я постепенно выравниваю участок весь равно рано или поздно надо было это сделать ну и вместо него очень хорошо заменил его этот инжир присоседилась еще гудлее сзади а еще сзади у меня тут очень замечательная штука но про нее отдельный ролик сниму пассифлора константа или маракуйя ну в общем по разу это называют в общем влюбился еще и выйти ли она так матери по быстренько к самому интересному а самое интересное то что вот я думал что он меня не выжил думал погиб его проверял тут и корни меня ходить торчали пробовал там хороший корень мягните не мертвые садила тоже каким образом там сзади вот пенек поставил такой от тополя горшок вот когда доставал прям на пенек поставил и все это засыпало такой вот перегнившие уже такой таким компостом вермакулитом так называемый переработан червяне все это вот это отсыпал органикой корни у здесь пустил хорошие куры когда у здесь разгребали прям видны были хорошие корни плюс опять он кажется выдерживает до подмерзания корней со слов анатолия орлова еще единственное боялся что мог его перекормить у меня много помета было и кроличьего и курина он так очень оставалась подстилка хоп я все сюда все сюда все сюда говорю гора была серьезная конкретная так ладно теперь наконец-то переходим к самой сути я вам хочу показать вот эти вот почки почки как он отходит красавца красавца так 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 вот они красавцы сейчас я вам буду показывать покрупнее вот вот это вот зелененькая красивая почечка с этой зеленой почки за небольшой промежуток времени вырастет опять хороший замечательный куст вот такая замечательная почка как я радовался наш был маленький праздник так с этой почки насчет расти 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 и вымахает вот такой вот кустяра по коробке написано полтора там два метра ну надеюсь вот он может повторить персика персика успехи и так и быстренько покажу и пассифлора вот она моя пассифлора констант элиот вот я здесь зацеплял вот это уже мой домашний прирост но меньше недели она у меня тут растет нара неделю точно купил в нашем местном питомнике опять заехал не помню за что заезжал смотрел смотрел что все выбрать а этот жасмин я выбирал а мне татьяна там местный менеджер это глянь вот это вот красота лишь а такое вот и глянь вот такая ли я понял хорошо ли она пассифлора на пассифлора пассифлора возьму а домой привез ролики включил посмотрел и я влюбился и в эти лианы в общем вот такая вот красота а вот она будлея давида фиолетовыми цветами цветет у меня уже это будет третья зима с третьей зимы позже нет со второй третье лето будет у нее такая красота также туда веточку прикопал под кирпичный не знаю прижилась она или нет ловушка для райов правда ничего пока не поймала ну ничего потихоньку сейчас еще тогда быстренько ну ладно раз уж начал покажу покажу все до кучи все до кучи вот до кучи вот такая красота тиса вчера приобрел ну мне прям понравилась толщина ветки вы видите практически с палец конечно это уже другой геном вот и мои тисы вот они с приростами тоже неплохие вот они который год они у меня же тут сидят вот потихоньку растут муравейник обосновался муравьи тут лилия тис зарос надо отлили тоже рассаживать в общем буду ветрозащиту солнцезащиту ладно возьмем вот так сюда и донесем вот она у меня растет такая солнцезащита это вот мой погибшие магнолия а там вот в углу я выкопал тис репанденс он у меня там в углу раз я лежу он кустистый кустом пересадила перед домом ну а здесь вот такие вот красавчики будут конечно или это черенки такие дебел или современные сорта 5 тиса современные сорта они быстророслые не такие как их коллеги и родственники в природе это очередная гортензия не помню как покупал как метельчатую но выше они метельчатая зато хорошо растет пышно и членкуется думаю тоже неплохо возвращаемся к нашему кусту вот такая красота особенно я радуюсь от все-таки пассифора вот и усики к веточкам будле и присоединил они сразу же закрепились вот вот это вот я наверное направлю направлю вот она идет вот так и постепенно сюда направлю она выйдет наверх я думаю попал же там через месячника другой по обстоятельствам как время будет явно покажу как все это дело растет здесь тоже вот такую кучу все эти червячками ну в общем щипа из клёна такая маленькая компостная кучка тоже небольшая и вот в нее и посадил надеюсь от корневая система ломанет в рост и все будет хорошо тут вам поилочка для пчел в общем такой маленький рай по налеплена конечно у меня всего ну ладно это опять мы будем распаляться будем нара потихоньку закругляться и так дорогие друзья как видите все можно все возможно было бы желание все будет получаться на резкость отстроена вечно с резкостью да не все отлично у нас резкостью было бы желание все в ваших руках все ваших силах все по вашему уму все вы можете чего не хватает вы можете это всего себе сделать найти выучить изучить очень не сидите на месте ровно занимаетесь ищите свою землю ищите свою родину жить квартире не ну кому-то нравится и в квартире все устраивает но когда есть чем сравнить заставь меня или там купи мне какую золотую квартиру да в жизни не пойду это золотую квартиру я лучше буду здесь среди растений и так дорогие друзья желаю вам жить в таком живом раю они в бетонных коробках еще раз всем всего доброго счастья здоровья пока пока м вот змо помимо з perfectly ет морgie морг 我 сила с суд 심 морг л морг Продолжение следует...